Новые качели, скамейки, искусственное озеро и даже мостик через него. Свой приусадебный участок семья Кобылинских из Братска в этом году буквально отстроила заново. Рассказывают, во-первых, времени было больше, свою роль сыграла ситуация с коронавирусом. Во-вторых, узнали про конкурс и решили быть во всеоружии. Супруги Евгений и Ольга многодетные, сейчас воспитывают приемных детей. Каждое лето всей семьей переезжают на дачу, выращивают здесь урожай, разводят кур. Но в этом году усадьба и вовсе стала похожа на самый настоящий курорт. Территория обновилась и засверкала новыми красками. Да я вообще не думал даже, что что-то мы займем, потому что, ну, как бы усадьба, а тут какая усадьба. И жена, когда сказала там, решают вопрос второе или третье место, ну, я был сильно удивлен просто. Ну, не ожидали мы попасть ни в какую тройку, ничего. Просто участвовали и все. А это уже участок семи тетерянных из Усолья-Сибирского. Они заняли первое место в номинации «Лучшая городская усадьба». В семье тоже воспитывают детей из детского дома. На своей территории семья решила создать целое сказочное государство. И каждому нашлось дело по душе. Кто-то делал корпус для фигур, кто-то устанавливал к ним дополнительные детали. В семье нашелся даже свой художник. Так персонажи ожили и обрели облик. Материалов для изготовления ушло немало. Сделали много поделок. У нас где-то около 40 шин ушло автомобильных. Ведрами покупали краску. Масляная, всякая была краска. Областной конкурс «Лучшая семейная усадьба» проходит в Иркутской области уже восьмой год подряд. В нем участвуют только многодетные семьи. Денежные призы существенные – от 80 до 250 тысяч рублей. Конкурсантов оценивают по трем номинациям – лучшая сельская, городская и садовая усадьба. Комиссия смотрит на внешний вид постройки, придомовой территории, насаждений. Обязательно, чтобы труд на участке был совместный, объединяющий детей и родителей. Возможно, даже вот эта обстановка с коронавирусом, самоизоляция позволила семьям где-то побыть вместе, дало им полет фантазии, их идеям, и они где-то более активно участвовали. У них возникло желание представить свою усадьбу на конкурс. Действительно было очень приятно и тепло на душе смотреть, как они организуют свой быт, как вместе занимаются чем-то, играют, общаются. В этом году в конкурсе участвовали 60 семей. Для сравнения, в прошлом году их было на треть меньше. Кстати, активно проявили себя и даже заняли призовое место жители Тулуна, которые, несмотря на стихию прошлого года, пришли в себя и уже готовы заново благоустраивать и делать комфортными свои дома.